Электронные сигареты приравнять к обычным, а вейперов, как называют тех, кто ими пользуется, курильщикам? Безвреден ли приятный вкус пара, который сегодня так популярен у молодёжи? На этот вопрос пытались ответить в Москве законодатели и научные светила. В обсуждении проблемы принял участие председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв. Я предложил сегодня председателю Московской городской думы подготовить совместное обращение в правительство Российской Федерации о проведении глубоких государственных исследований по данному вопросу – это первое. И второе – об организации пропаганды на государственном уровне. Такой же пропаганды, какая сегодня организована о вреде табакокурения, о вреде алкоголизма, наркомании. Первые электронные устройства появились в 2004 году. Утверждение об их полной безопасности способствовало продвижению товаров на внутреннем рынке. Сначала столицы, а за ней регионы стали покупать вейпы. Последние исследования показали, что только по Москве количество подростков от 13 до 15 лет, пробовавших паровые имитаторы курения, увеличилось на 8%. Специалисты уверены, тех исследований, которые проводились до сих пор, явно недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопросы безопасности. Более того, вейпы имеют свойство взрываться, а в состав жидкостей входят вкусовые добавки, на которые подсаживается молодёжь. Я понимаю, что мы стоим перед трудностями. Нам будут говорить, что они просто курят воду, ничего там нет и не будет. Но это вот тот проводник, то средство доставки, через которое мы придём к курению табака ещё в большем объёме и придём к курению наркотиков в ещё большем объёме. Вот примерно такая моя оценка. Власти Москвы провели опрос населения, и результат удивил. Из 40 тысяч горожан 65% выступают за ограничение употребления устройств, имитирующих курение в общественных местах. Участники совещания по проблеме вейпов уверены, решению проблемы поможет скорейшее принятие законов, которые сейчас находятся в Госдуме. Своих федеральных коллег намерены поддержать и депутаты в регионах. Оксана Котова, Губерния, 33.